Постоянная заложенность носа – это состояние дискомфорта, которое развивается постепенно. Физиологическая заложенность носа проявляется вследствие кратковременной отечности слизистой. К такому состоянию может привести ее раздражение холодным или сухим воздухом. Патологические причины длительной заложенности носа. Аллергия – наиболее частая причина. Ее могут спровоцировать резкие запахи или вещества, на которые у человека ранее произошла реакция организма. При контакте с ними уже в течение нескольких минут развивается отечность слизистой. Помимо заложенности, такие люди жалуются на зуд в носу, чихание и слезотечение. Второе – ОРВИ. Проблемы с носовым дыханием являются первыми признаками простудных заболеваний. Однако, в отличие от аллергии, страдает общее состояние пациента. Помимо дискомфорта в носу и ухудшения обоняния, они чувствуют слабость, разбитость, боли в мышцах. Нередко повышается температура тела. Третье – хронические риниты. Заложенность носа, длящаяся несколько недель, может свидетельствовать о развитии хронического воспалительного процесса. Заподозрить такое состояние помогает тщательно собранный анамнез, в котором пациенты вспоминают, что недавно болели и, возможно, недолечились. Также в пользу хронического процесса говорит периодическое ухудшение состояния больного. Четвертое – воспалительные патологии лорорганов. Синуситы, фарингиты, ларингиты, танзелиты. Практически все заболевания верхних отделов дыхательного пути сопровождаются отечностью слизистой и, как следствие, заложенностью носа. Пациенты жалуются на кашель, боль и першение в горле. При синуситах их беспокоят головные боли и неприятные ощущения в предаточных пазухах. Часто повышается температура тела и появляются признаки общей интоксикации организма. Пятое – инородное тело в носу. Ситуация характерна для маленьких детей, которые часто заносят в ностры мелкие детали игрушек и предметы. Одним из признаков инородного тела будет носовое кровотечение со стороны поражения. Шестое – наиболее частая причина заложенности носа у детей. Особенно острая нехватка воздуха заметна ночью. При этом нередко появляется храп. Днем ребенок постоянно дышит ртом. В результате этого у него постепенно формируется характерный внешний вид, приоткрытый рот, сглаженные складки вокруг рта и сухие потрескавшиеся губы. Седьмое – анатомические особенности строения и травмы носовой перегородки. Врожденное и приобретенное искривление носовой перегородки способствует длительному течению ренитов, что обуславливает постоянную заложенность носа. Кроме того, даже при отсутствии воспалительного процесса проблемы с дыханием сохраняются. Пациенты не могут дышать через одну ноздрю. Сосудосуживающие капли и смена положения тела не помогают. Восьмое – побочные явления приема лекарственных препаратов. Чаще всего заложенность носа провоцирует бесконтрольное и длительное использование сосудосуживающих назальных капель, в состав которых входят адреномиметики. Если лечение продолжается более недели, возникает так называемая рикошетная обструкция. Слизистая сильно отекает, и восстановить нормальное дыхание с помощью таких капель уже проблематично. Девятое – полипы. Доброкачественные новообразования долгое время остаются незамеченными, и только заложенность носа может свидетельствовать об их появлении. Причем пациенты легко делают вдох, но постоянно испытывают проблемы с выдохом. Кроме того, нарушается отток слизи из носа, и она начинает стекать по задней стенке глотки, вызывая першение в горле и кашель. Основные методы лечения. Тактика ведения пациента зависит от диагноза. В рамках симптоматической терапии врач на короткий период назначает назальные капли с сосудосуживающим эффектом. Кроме того, в схему лечения могут быть включены ингаляции с топическими кортикостероидами, антигистаминные препараты, антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства. Берегите себя и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok